Добрый вечер, дорогие участники нашего голосового чата. Добрый вечер, уважаемый шеф Курбан. Сегодняшняя тема нашего голосового чата – это имамат после имама Хусейна, алейхиссалам. Один из участников задал нам вопрос касательно распознавания имамов, которые были после имама Хусейна. И вопрос заключался в том, как именно шииты распознают шиитов после имама Хусейна, алейхиссалам. Итак, уважаемый шейх, слово вам, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok И переношу соболезнования в связи с всем мусульманам, в частности последователями, алейхиссалам. В связи с годовщиной мученической смерти и светлости, алейхиссалам, алейхиссалам, так как сегодня ночь шахадата, предстоящая ночь. По поводу вопроса касательно того, как шиит определяют имама после его светлости, имам Хусейна, алейхиссалам. Вопрос очень короткий, то есть ответ очень короткий и простой, точно так же, как и до этого, то есть точно так же, как определяли имама Хусейна, алейхиссалам, только вом точно так же как определили мама сан алей салат вассалам и его светлость oudi3wett some точно так же то есть имам а после 2012 сам также назначает всевышний через своего посланника лечит это через своего имама посланника и имама а в данном случае в нашем случае как через посланника так и через имам то есть во первых начнем с того что и сам не его светлость посланник аллаха салаллах валики валика салам перечислил имена всех имамов после себя абсолютно всех без исключения то есть начиная и заканчивая его светлостью и мама дача ла хриф эти хадисы имеются как в наших источниках в и шиитских источников так и в суннивских источников да в суннивских источников эти хадисы конечно же не заслужили особо внимания естественно но так или иначе присутствует в суннивских источниках имена всех двенадцать имамов также присутствуют то есть от его светлости имама али ибин абиту алибо алей салат ассалам также имеются хадисы от его светлости имама хасана имеется хадис посредством всей на лесу салам имеется одессы и количество этих хадисов достигает нескольких сотен то есть исчисляются количество этих хадисов сотнями целые тома сборников одессы посвящены этим хадисом нахме 36 том бихар лянвара полностью посвящен этим хадисом которые посвящены то есть которые вот именно касаются этого вопроса имамов именно имен имамов и имаматства каждого в отдельности из имамов в том числе имамов после его светлости маму сейн али салат ассалам но как бы здесь вообще никаких сомнений вообще никаких у нас нет просто-напросто нет этих сомнений никаких потому что опять таки и повторюсь количество хадисов исчисляются сотнями только по поводу одного из имамов только по поводу одного лишь из имамов если мне не изменяет память имама казем алей салат ассалам только по поводу него имеется сотня хадисов сотня хадисов то есть сотня хадисов по разным цепочкам передачи поэтому с точки зрения того что назначил и посланник аллах салала этих людей по себя имам или нет здесь у нас вообще никаких вопросов по этому поводу ли но давайте представим немножко уйдем скажем так от этого и предположим и представим себе что у нас таких хадисов нет хотя как уже было сказано они есть и они причем настолько в большом количестве что никто вообще не задумывался до сих пор о том чтобы проверять достоверность этих хадисов до достоверность ходить конечно так или иначе проверяется по тем или иным причинам но но именно с той точки зрения что достоверные ли например хадисы относительно того что после и маму все на леса салам должен был быть его сын али и масса дали салам с этой точки зрения никто даже не задумывался почему не задумывался потому что их настолько много что это вообще бессмысленно если бы они все были бы со слабым и снадом это для нас ничего не решала бы все равно почему потому что как мы знаем степень таватора это высшая степень надежности то есть когда хадисов огромное множество вне зависимости от того слабые у них и снады или сильную нефть над если их настолько много что не вызывает никакого сомнения то это высшая степень достоверности хадиса это та самая степень достоверности который обладает в том числе и священный коран то есть священный коран считается у нас неоспоримым неоспоримой книгой Поскольку она передана настолько большим количеством людей, что никаких сомнений не вызывает своей достоверности. И поэтому вот эта вот степень таватура – это высшая степень достоверности. Поэтому по поводу достоверности этих хадисов, надежности этих хадисов никаких сомнений ни у кого нет. Но, предположим, давайте пойдем на уступки, скажем так, попробуем ослабить все-таки, попробуем немножко раскритиковать эту точку зрения, точку зрения и снашаритов, тех, кто верит в 12 имамов. И скажем, что этих хадисов нет. В конце концов, этих хадисов мало очень в суннистских сборниках. И, как правило, они особым, так скажем, авторитетом не пользуются, в конце концов. Пойдем на, скажем так, скажем, что нет этих хадисов, нет этих хадисов. Поэтому имаматство имама Саджада А.С и остальных имамов после него, оно не доказано и подтверждено этим хадисом. Здесь мы очень легко в любом случае, если даже откажемся от этих хадисов, даже если мы закроем на них глаза, в любом случае, даже в этом случае мы очень легко сможем доказать имаматство этих имамов, которые были после его святых имамов Сейна А.С. Каким образом? Обратите внимание, во-первых, на что необходимо обратить внимание, это то, что всеми признан хадис, абсолютно всеми, как суннитами, так с шиитами, признан хадис в том, что после его святых с посланником Аллахом Салаллаху А.С будет 12 имамов, 12 халифов, 12 амиров и так далее, и так далее. Там в разных формулировках этих хадисов дошли, причем в огромном количестве. То есть между суннитскими учеными и шиитскими учеными в этом вопросе отсутствует разногласия. 12 имамов, 12 халифов, 12 амиров, 12 наместников посланника Аллаха Салаллаху А.С после пророка. А кто эти 12? Никаких альтернативных в точке зрения просто-напросто не существует. Не существует альтернативных точек зрения на то, кто эти 12 человек. То есть альтернативы имам Саджаду А.С нет, имам Саджаду А.С нет, имам Багра А.С нет, имам Мусик Азам А.С нет и так далее. И до последнего имам. Альтернативы нет. То есть или мы должны сказать, что этот хадис ложный, или же должны принять точку зрения шиитов, имамитов, двунадесятников, шиитов. Все, другой альтернативы просто-напросто не существует. Нет такой религии, которая исповедует учения о 12 халифах, о 12 имамах, и которая предлагает других халифов. Нету. Что вы с этим собираетесь делать? Как вы собираетесь с этим жить? Как вы собираетесь с этим исповедовать свою религию? Когда вы знаете, что имама 12, но у вас альтернативы этим 12-шиитским имамам нет просто. Помимо этого, помимо того, что альтернативы нет, в принципе, другой альтернативы нет, просто нет. Помимо этого, качество, как качество верия в богобоязненность, так и качество в знаниях и в дальновидности, которыми обладали эти люди после имама Хусейна А.С. То есть имам Саджад, имам Багарь, имам Садыг А.С. Имам Казм, имам Редали, исаасов Ислам, имам Хады и так далее. Качества, которыми эти люди обладали, они беспрецедентны. Беспрецедентны. Они бесподобны в своих знаниях среди людей, нет подобных им в знаниях богобоязненности и так далее. То есть их качества, которые мы обнаруживаем в знаниях, в понимании ислама, в толковании ислама, они также беспрецедентны. То есть даже если бы этих хадисов не было бы, их качеств, их вот этих вот чудес, которыми они обладали именно в этом виде, в том виде, что они обладали невероятными познаниями, хотя ни у кого никогда не учились. Никогда не обнаруживаешь нигде, что, допустим, имам Садзиад, Алисад, у кого-то учился бы, кроме своего отца. То есть они нигде не учились, они не получали образования и не ходили к каким-то учителям, к каким-то передатчикам, чтобы получать знания, их знания уже являются чудом их знания, чудом, которое доказывает их имамат. Поэтому если бы даже не было бы этих огромного количества, этого огромного количества хадисов о том, что, допустим, имам Садзиад, Алисад, является имамом, потому что от его сведлости пророк, саллаллаху алейхи и алейхи и салям, передается, что в огромном количестве переданий передается, что после имама Хусейна, алейхи и саллаллаху алейхи и салям, имамом является Али ибн аль-Хусейн. Али ибн аль-Хусейн. Даже если бы этих хадисов не было бы, качеств этих имамов было бы достаточно совершенно для того, чтобы их имаматство доказать. Поэтому этот вопрос вообще абсолютно вне конкуренции, никаких альтернатив нету, и любая критика, она просто легко разбивается об свою абсурдность и необоснованность. Если есть еще что-то необходимо, если этого недостаточно, еще что-то необходимо сказать или есть вопросы, я к вашему слову. Да, спасибо большое, Шейх, за вступительное слово. Да, у наших участников есть вопросы, как раз у того брата, который и, собственно, задавал этот вопрос. Он спрашивает, почему в суннитских источниках не упоминаются шиитские имамы? Почему они не упоминаются шиитские имамы? То есть имеются вот эти хадисы, в которых посланник Аллаха, салаллаху, али-и-и-вали-и-сан перечислял имена имамов. Эти хадисы имеются в виду. Я предполагаю, что, скорее всего, брат имеет в виду именно тех имамов, которые были после имамов. Потому что первый вопрос у него был именно такой. Начнем с того, что, обратите внимание, хадисы собирались во времена этих имамов. Все суннитские сборники написаны во времена этих имамов. Во времена имама Усейна алей-исалат хлев, во времена имама Хасан алей-салат ва салам, во времена Алибн. Алей-исалат ва салам, вы не найдете ни одного суннитского сборника хадисов. И естественно, те собиратели, те имамы, те мухаддисы, те религиозные деятели сунницкие, которые собирали эти хадисы и как-то работали с этими хадисами, они воспринимали этих людей как своих оппонентов, как противников. Имама Хусейна, имама Хасана, имама Алибнабеталиба, они воспринимали как ушедшую эпоху, как историю. И поэтому немножко проще относились. А относительно этих людей было более строгое отношение, естественно, что они не могли себе позволить. То есть представьте себе, вот живет Абу Ханифа, он реален сейчас, и в то же время реален имам Саады Галей Салат Ва Салах. А тут, допустим, предположим, Абу Ханифа будет передавать, предположим, это просто предположение. Я просто хочу объяснить ситуацию. Предположим, что Абу Ханифа передает хадис о том, что после Хусейна Али Саады, имамом должен быть имам Саджад, а после имам Саджад Али Саад Али Сааду имам Багр. И после имам Багра Али Саады Галей Саад Али Саады. Это значит, что этим хадисом, что делает Абу-Ханифа? Он передает свою паству, он передает своих последователей, призывает идти за имам садагом Алиса. То есть он, будучи ученым, будучи проповедником, будучи факихом и так далее, он просто отказывается от этого, этим хадисом. Просто отказывается, ясно, недвусмысленно. Это словом говорит о том, что идите за имам сад, но реальность была другая. Реальность заключалась в том, что все эти люди, все эти швидские, прошу прощения, все эти суннидские факихи, все эти суннидские мухадисы, все эти суннидские религиозные лидеры, они были оппозицией имамов. Были оппозиции имамов. И передать подобный хадис для них это было бы просто подобно самоуничтожению, подобно самоликвидации. Я все-таки хотел бы вернуться к первому вопросу. Вопрос звучал именно таким образом. Я не могу найти книгу, где была бы раскрыта тема имамата. Почему конкретный имам назначен Богом? Имея в виду имама после Хусейма. Видимо, человек интересуется источниками. То есть не могли бы вы назвать, например, какие-то книги, в которых конкретно упоминаются вот эти вот хадисы? Хадисы, да. Адресованные, да. Ну, опять-таки, источники Басару Дараджат, например, Басару Дараджат, эти хадисы есть. В Суликафе, эти хадисы есть. Потом, я как уже сказал, целые тома Бехар-Нанвары посвящены этому. Испаат Уль-Худат, книга есть. Потом, ну, много книг, то есть хадисов и книг, то есть они распространены, да, то есть, так скажем, содержатся в тех или иных книгах. Там один хадис, здесь два хадиса, там три хадиса и так далее. А что касается того, что, почему брат не может обнаружить книгу, посвященную этому, потому что это абсурдно, абсурдно вообще эту тему обсуждать. Это просто полнейший абсурд. Знаешь религию человек, вообще не позволит себе, не позволит себе, как бы, такую дерзость и наглость, чтобы этот вопрос вообще обсуждать. Но я уже сказал, почему. Я уже сказал, почему он себе этого не позволит. Потому что альтернативы нет. Это означает, что религия умерла, настоящая религия умерла. Если эти люди не были бы настоящими имамами, а были бы какие-то другие, значит, они были мертвыми имамами. То есть от них никакой пользы не было, они после себя ничего не оставили, ни последователей, ничего, никакого учения не оставили. Значит, настоящая религия ислам умерла. Это некомпетентность в понимании ислама, полная некомпетентность. И поэтому ни один из наших ученых особо такой, ну, были, конечно, люди, которые на эту тему писали книгу, но особо на это внимание не обращается. Почему? Потому что, опять-таки, альтернативы просто-напросто нет. Где эти 12 имамов? Что это за 12 имамов, которые должны быть после посланника Аллаха? Какой-то альтернативы? Нет. Если альтернативы нет, здесь два варианта. Или религия ислам умерла, или же она жива, но это вот эти вот шииты-двынодесятники из нашей Ариты. То, что религия умерла, это непозволительно. Почему? Потому что сам священный Коран говорит о том, что религия будет сохраняться, что Всевышний будет сохранять свой свет и свою религию. Да, может быть, в малом количестве, может быть, эти последователи в какой-то период будут слабыми, беспомощными, угнетенными и так далее и тому подобное. Но чтобы речь шла о том, что эта религия полностью исчезнет с лица земли, это просто-напросто абсурдно. Такой религии, которая исповедует учение о 12 имамах, просто-напросто не существует помимо нашего учения. То есть, можно ли расценивать это таким образом, что вы сказали, что в Коране есть аят, где Всевышний Аллах говорит о том, что Он будет защищать свою религию. Ту самую религию, которая достигла совершенства и является точкой всех небес, не с посланий. То есть, получается, что с шрифской точки зрения этой защитой является именно непорочный имам. То есть, тут речь идет не о тексте Корана, не о сурате, а именно о его содержании, о его смыслах, о его истинных толкованиях. И речь идет именно о тех людях, очищенных от грехов, которые как раз-таки являются стражами этого смысла. Я правильно понимаю? Да, то есть, обратите внимание, в священном Коране, когда говорится от Евлаха, подчиняйтесь посланнику Аллаха, подчиняйтесь Аллаху, подчиняйте посланнику Аллаха и подчиняйте обладательной власти среди вас. Здесь, когда спрашивали у посланника Аллаха, кто эти, кому нужно подчиняться, посланник Аллаха, сам перечисовал имена этих людей. То есть, это часть учения ислам, подчинение им, исповедование веровых имамат в их руководство, является частью учения ислама. К этому призывает священный Коран. А если нету вообще такого, чтобы этих уль-амбры вообще нету, они пропали, они исчезли, они ни одно учение, ни одно течение не исповедуют следование за ними, это значит, что в религии ислам, в принципе, не существует, как таковой, в ее изначальном виде. Потому что, как вы уже совершенно точно отметили, то есть, они являются частью религии. Они являются частью учения ислама. И аят священного Корана, что я сегодня усовершенствовал вам вашу религию и довел до конца свою милость над вами, и теперь доволен исламом как религией. Этот аят священного Корана был исполнен как раз таким, тогда, когда официально был провозглашен вопрос присутствии огромного количества людей, мусульман, был провозглашен вопрос об учении об имамате. То есть, вот это вот учение об имамате было провозглашено. То есть, это является фактором совершенства исламской религии, является фактором возвышенности исламской религии. И в хадисе о 12 халифах сам посланник Аллаху, салаллаху, алейхи и салям, говорит, что эта религия будет возвышенной и будет сильной до сих пор, пока есть эти 12 человек. Пока есть эти 12 человек, религия будет сильной. Ну, а если нет никакого учения, которое исповедует вот это вот исследование за этими 12 имамами, настоящими имамами, то есть, если предположить, что наши имамы, хотя, как бы, это предположение вообще совершенно нелепое, но предположим, что наши имамы не были настоящими имамами, то кто тогда, нету никакого другого учения, которое исповедует учение о 12 имамах. Хотя, сам посланник Аллаха, салаллаху, алейхи и салям, провозгласил это учение о 12 имамах. Спасибо большое, шейх. Зачитаю следующий вопрос. Вопрос касается имама Махди. Если вы не против, то я задам такой вопрос. Да, да, пожалуйста. Вопрос такой. Кем была мать Махди, откуда она была родом? Есть несколько версий относительно матери и его светлости, имама Махди, дядя Аллафа Раджа Шариф. Известную версию, наверное, многие знают, что она была потомницей византийского императора. Но это слабая версия, она недействительная. Есть более верная, более надежная, что она была из Эфиопии, она была чернокожая и была прислугой, была служанкой в доме, непорочном доме имам. И потом имамы освободили ее, и имам Хасан Аляскари женился на ней, Эфиопка. Она была из Эфиопии. То есть это более надежная, более крепкая версия, чем та версия о том, что она была из Византии. Это то есть более выдуманная история. Из Эфиопии была. Тут есть брат, который представился нам как шиит Исмаилит. И у него такой вопрос. Кто стал преемником имама Джафара Ассадыка, мир ему? Видимо, интересуется именно легитимностью следующего после имама Джафара Ассадыка, мир ему? Да. После его связи с имама Джафара Ассадыка, стал его сын имам Муса Казим, и по этому поводу также имеется огромное количество хадисов, просто сотнями. В том числе и от посланника Аллаха. Да, я понимаю, что есть намек на Исмаила, но это ложное учение. Кто такой Исмаил? Кем он был? Чем он занимался? Какая у него была деятельность? То есть я не говорю как парадословный, да? Понятное дело, кем он был. Но я имею в виду, как имам, кем он был. Как имам, он совершенно никому не известен, и возник он, стал он имамом в силу того, что некоторые люди объявили его имамом. После того, как тот ушел из жизни, объявили его имамом. То есть хотя он умер еще до этого, до предыдущего имама. Имам Муса Казим Алейсалам, относительно которого имеются хадисы, огромное количество хадисов. Благодарю за ответ. Я сейчас вот листаю по одному вопросы. Тут больше у нас в чате сообщения носят не характер вопрос, а более попытка вести дискуссию. Отвеждение, оспорить. Да, оспорить, потому что тут я вижу, что приводятся хадисы вот с братом и с Майбитом. Наверное, сегодня не стоит все-таки наш формат переводить. Да, я думаю, что если есть такая возможность, с удовольствием пообщался бы отдельно. Можно есть пообщаться, поинтересоваться. Ну, не знаю, если есть такой формат, как бы учтен какой-то такой формат диалога. А то с удовольствием пообщался. В нашем чате имеете в виду? Да, если хотят, если и у вас желание есть, можно пообщаться, поинтересоваться. Да, у нас такой формат предусмотрен. Формат беседы двух людей, представителей различных течений, различных религий, различных убеждений. Только согласие самих участвующих в этом диалоге. Если вы согласны, то мы можем организовать это, конечно, отдельно. Да, я с удовольствием пообщался бы. Я, в принципе, предлагал, давно предлагал и с Майлицким деятелям. Но до сих пор у нас не получилось организовать общение по разным причинам. Но не получилось. Если будет возможность, я с удовольствием пообщаюсь. Виндалло. Шейх, если вы не возражаете, мы вне темы зададим вам вопрос от одного участника. Тема, конечно, такая, немножко скользкая, потому что, опять же, в нашем чате есть определенные правила, чтобы дискуссии, беседы не доводили до каких-то взаимных обвинений, каких-то оскорблений. Но в любом случае этот вопрос нам задается уже не первый раз. Вопрос Токлида. Вы не против, если мы зачитаем? Да, нет, не против, пожалуйста. Хорошо, сейчас самочку найду я. Почему вы призываете к Токлиду, когда Токлид запрещен? Приведу хадис. Если нужно будет, то еще приведу. Мамсадик сказал, остерегайся Токлида. Тот, кто облекает, украшает это в религии, погублен. Воистину, Всевышний Аллах сказал, они взялись своих книжников и монахов за Господь себе, помимо Аллаха. Это 9 сура, 31 аят. Нет, клянуть Аллахом, они не молились и не пастились, но делали дозволенным то, что было им запрещено, и делали дозволенным запретное. Они делали им Токлид, следовали им в этом и повиновались им, и они не осознавали этого. Шех Муфид, Тасхихоль и Тикат, страница 72. Если можно, вкратце, я понимаю, что тема Токлида, она как бы не рассчитана на... Она очень простая, она небольшая на самом деле. Именно основу. Она очень маленькая, тема очень маленькая. Она просто очень короткая, просто у нас разговор может продлиться только из-за того, что человек просто не поймет, что ему говорят. Вот только из-за этого. Так все очень просто. Во-первых, как вы сами прочитали? Да. Как вы сами прочитали хадис? Хотя хадис, конечно, был прочитан на русском языке, да. Но даже в переводе все понятно. В переводе все понятно, что речь идет о следовании людям, которые искажают религию. А у нас такой Токлид запрещен. Такого Токлида быть не может. Человек не может по своему мнению, по своему усмотрению к чему-то призывать человека или какие-то фетвы издавать. У нас такой Токлид просто-напросто не разрешен. Токлид, который исповедуется в нашей религии, это следование мнению специалиста. Специалиста по Корану и Сунне. То есть человек, он исследует Коран и Сунну и выводит оттуда положение по каждому из жизненных вопросов человеческого общества или человеческой личности. По каждому из вопросов. Потом обычный почтальон, обычный какой-нибудь шахтер, обычный водитель, таксист, дальнобойщик, обычный журналист, человек, который еще какой-то другой деятельностью занимается. Он не является исследователем Корана. Он не является исследователем хадисов. Он не посвятил этому свою жизнь. Он за ним, у него другая деятельность. У него доктор, он учитель, профессор и так далее и там подобное. И он все равно должен быть, должен соблюдать религиозные правила. И вместо того, чтобы пойти самостоятельно тратить свою жизнь на это, на вот эти вот исследования Корана и Сунны, он приходит к тому, кто этому свою жизнь подчинил и говорит, что говорит Коран по этому поводу, что говорит ислам по этому поводу. И этот специалист ему высказывает мнение ислама. Не свое собственное мнение, не свое собственное умозаключение, а высказывает то, что имеется, то, что он вывел, то, что он понял из исламских источников, из Корана, из Корана и Сунны. Это вот таглид. И если мы разберем все эти хадисы, которые используются для того, чтобы попытаться запретить таглид, который у нас практикуется, все эти хадисы, они не имеют никакого отношения к тому таглиду, который мы исповедуем. Почему? Потому что тот же, допустим, этот вот хадис, который вы засчитали, является тому ярчайшим примером. Что в самом хадисе говорится, о ком идет речь. Речь идет о тех продавцах религий. Речь идет о продавцах религий, которые продают религий. И у нас это запрещено. При выборе маржи таглида, то есть человек, которым ты делаешь таглид, у него должны быть критерии. Помимо того, что у него должна быть соответствующая ученая степень, то есть он должен уметь исследовать и выводить из священного Корана и Сунны фетвы решения ислама, практически решения. Помимо этого, он также должен быть добросовестным, он также должен быть богобоязнен, честным, аскетом должен быть и так далее, и так далее, и так далее. А когда мы... У нас в истории такое было, я, наверное, не знаю, стоит имена упоминать ученых, которые были какое-то время маржи таглидом, то есть им делали таглид, но в какой-то момент они теряли богобоязненность, теряли доверие людей к себе, начинали продавать религию, тут же они, тут же люди их оставляли. Почему? Потому что их обязанностью является оставить этих подобных людей, оставить их и не следовать им. То есть все эти хадисы, которые используются, вообще не имеют отношения к такому-то таглиду, которая дозволена, и которая не то что дозволена, в какой-то степени является обязательной. А вот у меня вот возникает вопрос. Вы сказали, что люди, которым следовали, были в истории личности, которые были маржи таглидами, и в какой-то момент они теряли богобоязненность, и люди отворачивались из-за этого. И интересен критерий, по которым они определяли люди. То есть, к примеру, я являюсь муколидом одного ученого, и я являюсь его муколидом постольку, поскольку я сам некомпетентен в религиозных вопросах, и поэтому следую ученым. А как я определяю, этот ученый сбился с пути или нет? Ведь у меня же знаний недостаточно. То есть, речь идет об очевидных заблуждениях, об очевидных нарушениях религии, я так понимаю. Или это какие-то неоднозначные моменты хотелось бы по этому поводу? Да, то есть, ну здесь, опять-таки, относительно того, однозначные и неоднозначные, какие-то откровенные какие-то как бы нарушения. Естественно, какие-то незначительные вещи, которые свойственны, в принципе, каждому человеку, какие-то слабости человека, какие-то... его внутренний мир, он, конечно, нам недоступен. Мы судим по его действию, по его образу жизни, по тому, как он проявляется в обществе. Естественно, по этим критериям мы судим. Но, опять-таки, здесь необходимо обратить внимание, что здесь очень важную и значимую роль играют именно как бы вот это вот религиозно-ученое сообщество. Оно у нас очень хорошо сформировано и очень быстро, слава Богу, да, вот, допустим, в отличие от духовенства в других религиях, опять-таки, не буду называть и примеры не стоит, я думаю, приводить, но в других религиях это совершенно не так. Там немножко прикрывается вот это вот, немножко какое-то вот с войской отношение появилось и такая взаимоподдержка, взаимоприкрывание недостатков и так далее. То есть там нечестия могут даже среди них распространяться, они это прикрывают, не дают этому распространиться, не дают этому как бы как-то распространиться в обществе, появиться и так далее. У нас по милости Аллаха совершенно другое религиозное ученое общество, в котором вот эти вот критерии ислама, критерии справедливости, они очень строго соблюдаются и очень быстро обнаруживаются, и так как это очень широко разветвленная сеть, да, вот это вот ученое религиозное сфера, то есть влияние вот этих, вот, вот этой группы людей, она очень велико среди верующих шеитов, то, допустим, если Майджет Аглиц совершит какой-то вот явно, явно, вот это вот нечестие, несправедливость, то это очень быстро распространяется и уже как бы среди людей становится явным, что этот человек не заслуживает, ему нельзя следовать. Я, кстати, вот сейчас вспомнил один хадис от имам Сааду, алисалат ассалам, он призывал следовать ученым, и некий человек подошел к имам Сааду, алисалат ассалам, то есть у нас этот хадис тоже есть, то есть на этих хадис не надо закрывать глаза, они разъясняют, эти хадисы разъясняют, эти хадисы нам толгуют, и другие хадисы, в том числе тот хадис, который был ранее зачитан. Некий человек подошел к имам Сааду, алисалат ассалам, и прочитал тот самый аят, который был в хадисе, ранее упомянутом, по поводу иудейских жрецов и так далее. Сказал, что как ты призываешь к ученым следовать, если вот в священном Коране говорится о том, что порицается вот это вот все. И имам Сааду, алисалат ассалам, я ответил как бы очень ясно и однозначно, что сказал, что они видели, что их ученые совершают нечестие и несправедливость, но все равно продолжали за ними следовать. Они видели это, но все равно продолжали за ними следовать. То есть для них было открыто, очевидно, что эти ученые, эти религиозные лидеры, они продают религию, но все равно продолжали за ними следовать. То есть подобное следование имам Сааду, алисалат ассалам, порицалось именно подобное естественно что если мы видим что человек совершает какой-то какой-то несправедливость какой-то нечестия продает религию то вообще в принципе у нас из общества этот человек полностью исключается из религиозного общества как лидеры как какой-то лидер мнения как какой-то предводитель или тем более маржа тагли спасибо большое за ответ тут есть один вопрос я предполагаю что наш брат не следит за вашими видеороликами на вашем канале поэтому и задает вопрос потому что этот вопрос вы уже отвечали я лично смотрел видеоролик если вы не против я зачитаю вопрос касается аргумента с уницкой стороны о том что пророк самоваривали цена выдавал дочери за бал их дочерей взлом если хотите мы можем попросить вопрос я просто нет можем обсудить по теме именно по теме вопросов нет да просто тот брат который задавал вопрос изначально самым первый он в чате он он получил ответ на свой вопрос я не знаю точно удовлетворил ли его ответ но получить точно получил он находится сейчас да я между что если есть какие-то вопросы уточнения то я не против других вопросов но если нет вопросов по основной теме если все убедительно вопрос не возникает напрямую задал вопрос давайте попробуем я прошу прощения если у вас есть вопрос я открыл вам микрофон вот человек который задавал первый вопрос вы можете напрямую задать вопросы пожалуйста да ассаляму алейкум ой какие книги нужно на русском языке нужно прочитать чтобы побольше узнать про шеизм про имамат и просто я их нахожу они как брошюры они очень маленькие вот хочется что-нибудь такое объемное есть я честно говоря плохо слежу за русскоязычными изданиями поэтому мне сложно быть тайна что-то такое хорошее современное и качественное посоветовать но допустим из старых переводов есть книга рукава руководство имамы аля лиса письмах принадлежащего долга хороший абдулусей шарафуддин книга очень довольно таки скажем так книга качественная но она не с первого раза понимается на самом деле люди прочитав один раз могут и не совсем понять вообще что там говорилось и о чем шла речь возможно стоит еще раз посмотреть внимательно на некоторые письма на некоторые переписки потом насколько я знаю книга макарми шарази имеется познание шизма называется прочитал каких-то других книг я на русском языке не знаю опять-таки говорю не слежу а по поводу конкретно вопроса все было понятно и есть вопросы какие-то может быть именно конкретно доказать свои маматство да есть вопрос допустим вот я с нашим имамом мечети разговаривал ханафиты тоже говорят что суннистских мамов притесняли а почему вообще этих имамов и шиитских и суннистских религиозных деятельностей которые не рвались к власти ничего плохого не делали притесняли такие вот вещи ужасные вытворяли а кто не рвался к власти ну ты мама допустим там ханафи вот тот же буханифа а буханифа не рвался к власти но это не это неправильная это неправильная информация это же не доставил наоборот он до политической жизни участвовал активно и даже поддерживал восстание я прощения и я думаю что наш брат недавно начал изучать религиозную литературу я правильно понимаю ну несколько месяцев исламе несколько месяцев то есть вы недавно приняли да да смотрите чтобы не отнимать много времени у остальных участников тоже я просто так скажу вам что у нас есть один брат который как раз занимается на религиозной литературой именно на русском языке русскоязычных я так понимаю что вы именно шрицкий славу споведуете верно ну хочу да а то есть вы пока еще рассматриваю но по поводу сунина больше на источник больше ничего не могу сказать если у вас возникнет желание почитать шрицкий да исключительно шрицкий да хорошо мы тогда свяжем вас с этим братом и он как раз предоставит вам литературу на русском хорошо спасибо вам за вопрос я тогда закрываю ваш микрофон и перехожу к следующему вопросу да по поводу из хотите ответим по поводу дочерей его связан с посланник исследование показывают обратите внимание после кончины его святости посланник аллах салала люди у его святосали бы набитали болезнь сам были определенные достоинства например он был женат точке посланник аллах салалах алейкум салам например он был назван вратами в город знаний и так далее там подобно имам усея не мамы санали ему салам были названы господами юноши рая например и так далее здесь на самом деле очень много подобных достоинств любит и после кончины его святости посланник аллах салала алиса во время направлением ядов во время направления зубей ритов зубей ритов владели частью исламского мира как какое-то время во времена аббасидов когда аббасиды пришли к власти каждый пытался какое-то свое достоинство для себя приписать какое-то достоинство и выдумывали с этой целью хадисы и в том числе выдумали хадисы по поводу одного из амияд до третьего халифа якобы он женился на аж двух дочерях посланник аллах салалах левица там перед два халифа названы господами стариков рая например или есть хадис о том что допустим алибина виталия сам является вратами в город рай город знаний первые два халифа являются стенами и крышей например то есть вот подобные приписывания выдумывания хадисов истории для того чтобы приписать оппонентам любить достоинство эта практика имелась и вот одно из выдумок было выдумать дочерей и выдать их за одного из амиядов за третьего именно халифа поэтому исследование показывает что у посланника аллаха салалах алейхи александр была только одна дочь и это фатима за расколом поэтому за раз аллаху аллах она была ночью тайна и поэтому ее могила неизвестно почему мы не знаем где похоронены остальные дочери почему вообще следов от них нет почему потому что их принципе не было таких дочерей у посланника лава салала алейхи александр вопрос же в этом заключался да я не ошибся же я сейчас еще раз у них реально понял вопрос да секундочку аргумент подскажите что насчет аргумента с унисской стороны о том что пророк салам алейхи александр выдавал дочерей за обувакара мар и юсмана брал их дочерей в жены и так далее точно не помню как и отношения с кем то есть получается или пророк салаватуллах не знал об их сущности или он их любил и уважал а критика шиитской стороны не обоснул недавно у вас был видеоролик как раз вот по поводу этого аргумента что вот если пророк салаватуллах допустим даже выдавал замуж своих дочерей за кого-то является ли это аргументом критерием того что этот человек обязательно хороший человек то есть это гарантирует его положительные качества да в некоторых случаях это может гарантировать на самом деле положительные качества например как случится люби на виталии молиться почему когда почему потому что когда его сайт посланник аллах сам выдавал по тем заросалом аллах али азалия боли салам он именно подчеркивал да это хадисов дошло до нас он именно подчеркивал что выдает за алибином это либо леса сам постольку поскольку она возвышена и он достаточно возвышен чтобы быть достойным и и да это в хадисах фигурирует ребят посланник аллах в том числе и в суниска источник это есть то есть здесь сама сам факт женитьбы он свидетельствует о достоинстве алибином битали борисов сам а то что сам факт просто вот сама то что кого-то за кого-то выдали в том числе и дочь посланник аллах сам это конечно же само по себе не не свидетельствует о том что это это человек обладал каким-то особыми достоинствами тем более такими достоинствами из-за которых стоило бы закрывать вообще на все глаза по поводу того что он делал чего не делал и точно так же по поводу женить бы посланник аллах сам то что он женился на аиша и женился на хабсе дочерей дочерях первых двух халифов то это опять таки ничего не доказывает совершенно как бы у посланник аллах салалах аликсом было много жен то стоило бы допустим тогда доказать и достоинства их родителей до посланник аллах салалах был женат на дочери абу суфьяна когда он был женат на дочери абу суфьян тогда когда абу суфьян был еще муж река он женился на ней тогда это вообще по поводу вообще нет никаких разногласий это вопрос от единогласий все совершенно единогласный абсолютно суниты и шииты единогласных в том что посланника аллах салалах алия сан жениться на дочери пусхи это когда тот был еще муж реками даже более того мавия вообще все семейство абу суфьяна были муш реками и сражались и были к злейшими врагами посланник аллах салалах алиюксом значит ли это то что посланник аллах а своего рига сам женился на дочери Абу-Суфьяна, что Абу-Суфьян был хорошим человеком. Нет, он мушником был, он был злейшим врагом ислама. Спасибо большое за ответ. Я сразу подчеркну, что подобные темы у нас не приветствуются, потому что у нас в чате присутствуют представители различных течений различных религий. И если задающий вопрос не преследует цель внести смуту, провокацию какую-то устроить и интересуется именно из побуждений познать, что-то узнать, в таком случае мы с разрешения спикера можем задать вопросы. Но опять же, я вижу, что в чате, например, задаются вопросы про временный брак, такие вот неоднозначные темы, которые принимаются не всеми течениями исламскими. И хотел бы просто попросить уважаемых участников, чтобы таких вопросов не задавали. Сейчас я полистаю с вашего разрешения еще чуть-чуть, посмотрю, есть ли вопросы. Да, да, пожалуйста. Да, вот возвращаясь к этой теме, вот еще такой вопрос про имамат. Спрашивает Нурлан. Как имамат переходил с одного имама к следующему? Имамат назначался божественным путем? Вопрос. Да, конечно, мы уже сказали об этом, что все имамы назначались Всевышним. И я говорил о том, как переходил имамат. Всевышний выбирал, и об этом говорил и посланник Аллаха, и все последующие имамы, каждый из них. Например, имам сын, алей-салям, говорил про имаматство своего сына, его сын говорил про имаматство своего сына, и наряду с тем, что посланник Аллаха, салаллаху алей-салям, сказал еще про имаматство каждого из имам. А так выбор, да, выбор, конечно же, имама выбирает только Всевышний. И об этом говорится в Священном Коране. Инни-джа-илю-калин-на-си-имама. Я выбираю. Я назначаю тебя имамом для детей. Я назначаю. Не люди тебя выбрали имамом, а я инни. Инни-джа-илю-калин-на-си-имама. Поистине, я назначаю тебя имамом. Мы сделали их имамами, которые наставляют по нашему велению, по нашему приказу. То есть в аятах Священного Корана неоднократно говорится про имамат, про то, что сам Всевышний назначает имам. Вот вопрос у меня дополнительный. То есть получается, что изначально информацию о всех 12 имамах после пророка Салават-Уллах известил людей об этих именах именно сам пророк Салават-Уллах. А уже после каждый имам после себя просто объявлял. То есть к нему переходила информация от самого пророка Салават-Уллах. То есть я сейчас озвучиваю точку зрения шиизма. Что пророк озвучил изначально все 12 имен. И рассказал о них первому из этих имамов, имаму Али-Алейхисанам. И потом уже поочередно каждый имам передавал эти знания следующему имаму о том, кто будет после того назначен Богом имамом. Да, совершенно верно, только с одним уточнением. Не имам ему передавал. Вообще все люди это слышали. Имамы, то есть, допустим, хадисы о том, что пророк поведал ему имена имамов, передаются от Абу-Заира, от Салмана и от многих других спродвижников, посланников Аллаха. Салават-Уллаху алейхи и алейхи и ассалям. Есть ли эти хадисы в источниках наших братьев из Ахрусумы? Да, есть, я же говорю, некоторые хадисы есть, да. Имена в некоторых хадисах, все имена перечислены, да. Спасибо большое. Есть ли у кого-нибудь еще вопросы, то вы можете, в принципе, сейчас поднять руку, если шейф не против, вы можете сами озвучить вопрос, потому что я вижу, что в чате уже никто не пишет вопросов. Есть ли у кого-нибудь вопросы? Да, ДД, пожалуйста, сейчас откроем. Пожалуйста, вы можете говорить. Вас слушаем. ДД, мы открыли, открыли вам микрофон, две буквы Д. Можете задать. Саламу алейкум арахмату Аллаху арахмату. Меня слышно? Алейкум ассалам алейхи и алейхи. Да, вас слышно. Да, алейкум ассалам. Брат, мы приветствуем Исаам Арканда. У нас такой вопрос уже давно, он длится, и я шейху Курбана, брату Курбана, это уже говорил, насчет пятничной молитвы. То есть у нас, как бы тут, на две группы разделились мы, и идет одна группа говорит, что это фарда, а вторая группа это говорит, что это мустахад. То есть во времена имамата они проводили хутбу, пятничную молитву. Это первый вопрос. И второй вопрос. Почему он мустахад? Нас как раз тоже, вот самарканские тоже слушают и надеемся на ответ. То есть ясен был, да, вопрос, брат Курбан. Да, обратите внимание, здесь есть разногласия. Некоторые считают запрещенным, некоторые считают обязателем, некоторые считают желательным, некоторые считают, что можно Зохар читать, а можно и пятницу читать. Видите, сколько точек зрения существует. Все эти точки зрения существуют. Есть разногласия. То есть здесь нужно обращаться к своему ученому, Мальзи Таглида, что он говорит, каковы отношения. Нужно выбрать своего ученого и точку зрения своего ученого придерживаться. Здесь как бы каких-то других вариантов, других возможностей нет. Как бы я могу рассказать, да, историю могу рассказать, как, у кого какие доводы и так далее. Вообще откуда само разногласие возникло, почему это такое разногласие возникло. Но я думаю, что это уже лишнее будет, да, немножко. Ну, то есть, получается, что это вопрос в основном так лига, да, то есть если человек придерживается определенного ученого, то он может просто взять на вооружение именно мнение своего ученого, которому он следует. Да, да, здесь нужно... Да, мнение, я же сказал так, то есть некоторые говорят ваджи, а некоторые говорят вообще запрещено харам. То есть настолько оно отличается. Поэтому здесь просто нужно посмотреть, что говорит ученый. Конечно, нужно заметить, да, что некоторые из этих точек зрения уже не актуальны среди современных ученых, но все равно разногласия имеются. Поэтому нужно обращаться к своему ученому. Спасибо большое за ответ. Есть ли у кого-нибудь еще вопросы? Если нет у него вопросов к шефу, тогда не будем отнимать его драгоценное время. Уважаемый шеф, еще раз благодарим вас за участие в сегодняшнем голосовом чате, за то, что выделили нам свое драгоценное время, ответили на наши вопросы. Подождите секундочку, сейчас есть у кое-кого вопрос, если вы не против. Да, пожалуйста. НН, мы открыли вам микрофон, пожалуйста, задавайте вопрос. Две буквы М, большая и маленькая, пожалуйста. Можете задавать вопросы. Ваш микрофон открыт. Алло, саламу алейкум, архматуллахи ва баракат. Меня слышно? Да, алейкум. Саламу алейкум, архматуллахи ва баракат. Шейх Гурбан, сразу два вопроса небольших хотел задать. Я сам жил в Азербайджане, сейчас переехал в Россию. У меня проблема в том, что насчет намаза. Мы из-за того, что читаем с глиной, а в России особо не продают ее. Здесь сложно найти. Ну, из-за того, что сунет их побольше. И вопрос заключается в том, что имеет ли размер вообще самой глины? То есть, должна быть маленькая или большая? Это первый вопрос. И второй вопрос. Если глина случайно упала из рук и чуть-чуть сломалась, ее надо менять или можно все-таки с такой тоже прочитать? Глина, вообще, та вещь, на которую вы кладете в свой лап, он должен быть минимум размером монету примерно, да? Минимум. То есть, должен быть больше. Или столько, или больше. по поводу размера. Это что касается первого вопроса. Что касается второго вопроса, если он сломался и не настолько маленький, не меньше монеты, допустим, то можно, можно читать, если он, то есть, размер достаточно большой, чтобы совершать на него земной поклон, то можно. Вот того, что там не продаются, это же не обязательно нужно, можно, как бы, на землю, да, просто обычную землю. Конечно, желательно на землю кербелы, но можно и обычную землю или на то, что растет из земли, помимо того, что съедобно или используется в одежде. Все, спасибо большое. Спасибо большое, Шех, за такой вопрос, за такой ответ. Готовы ли вы отвечать еще на вопросы или завершить чат? Я готов, конечно, но если есть интересные вопросы, если честно, вот такие вопросы, да, то есть, они можно да, я согласен. Да, если есть интересный вопрос, я вас скажу. Да, я сразу скажу нашим участникам, которые собираются вопросы задавать, пожалуйста, если вопросы именно касательно каких-то деталей богослужения, то эти вопросы можно выяснить, в принципе, у обычных мусульман, например, которые живут в России, в Москве, где можно найти землю и так далее, и так далее. Сегодняшний голосовой чат, он в основном посвящен теме имамата после имама Хусейна Али-Ахистана, и если есть по теме вопросы, то, пожалуйста, поднимайте руки. Ну, я думаю, что все, вопросов к вам в любом случае всегда будет много, и иншаллах, в следующие разы, если вы не против, мы эти вопросы... Хорошо, иншаллах, я к вашим слугам. Спасибо большое, шейх, за участие сегодня. Спасибо вам. Еще раз приносим свои соболезнования в связи с шахадатом господи Фатима Захры, саламу Аллаху, алейкум. Алейкум. Всем участникам тоже большое спасибо за участие. Иншаллах, не пропустите следующие голосовые чаты. Всем спокойной ночи. До свидания. Ас-саламу алейкум и рахматуллах и рахматуллах и рахматуллах